Очень сложно среди. Их запугивают, их могут убить, с ним могут произойти все что угодно. На юго-востоке областные администрации понимают, что народ против них начали организовать штурмовые отряды. Это во всех областях одно и то же. На уровне замгубернаторов делаются штабы, организовываются штурмовики. Им покупается оружие, им покупается форма, машина, им выделяются средства. Потому что милиция их не поддерживает. Потому что армия не поддерживает. Потому что со своим народом они смогут справиться только с помощью бандитов, бандитскими методами. Но мы ведь этого им не позволим. Мы будем защищать каждого. Каждого. Только так мы будем сильны, когда мы будем защищать каждого и будем все вместе. Один за всех и все за одного. Правильно? Харьковчане! Один за всех и всех! Один за всех! Один за всех! И все за одного! Спасибо! Спасибо! Дорогие друзья, если вы поручите, то мы попробуем организоваться, чтобы Харьковчане помогли Донецку, Луганску и наоборот. Мы должны создать мощную юридическую группу для того, чтобы освободить наших товарищей. Это первое. Второе. Мы должны объединить наши медийные возможности. И не думайте, что они у нас маленькие. Каждый из нас пишет в Фейсбуке, ВКонтакте. Где-то есть возможности у меня выйти на телевидение. Я зарегистрировался кандидатом не потому, что мне нужны погоны. Не для того, чтобы получить кресло. Это наш общий ресурс. А для того, чтобы мы могли объединиться. Для того, чтобы я мог ездить по стране. Мы считаем, что, во-первых, правительство должно пойти на требования Юго-Востока. Мы должны на протяжении 20 лет из нас делали рабов. Мы должны были только работать и платить налоги. Наш язык не считался государственным. Нас считали оккупантами. Нас считали диаспорой. Мы коренное население Украины. Украина – это родина и русского, и украинского языка. Правильно? Требования по языку очень важны. Если мы добьемся, а другого пути нет. Русский язык государственный – это государство никогда не будет антирусским. Русский, 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 русский. Следующее требование. Мы считаем, что государство должно быть федеративным. Мы считаем, что мы должны сами определять, какие налоги платить, какие льготы устанавливать. Мы здесь зарабатываем деньги на всю Украину, а живем хуже, чем живут в Киеве, во Львове и во Франковске. Это неправильно. Так нигде не было, ни в одной стране. Мы зарабатываем деньги, деньги должны оставаться там. Мы согласны им помогать, но мы не согласны, чтобы они нам диктовали, как нам жить. И следующее. Мы категорически отказываемся начинать с ними переговоры до тех пор, пока сотрудников Беркута, задержанных, не отпустят. Пока не закроются уголовные дела против беркутовцев и альфовцев, против милиционеров, которые стояли в Киеве и во всех остальных регионах. Мы категорически отказываемся начинать переговоры, пока есть задержанные активисты. Они должны отпустить всех и закрыть все уголовные дела. И только после этого мы сможем с ними говорить. План какой? Изменить Конституцию. А два государственных языка требуют изменения в Конституцию. Это требует двух голосований в Верховном Совете. Для того, чтобы провести изменения в Конституции о федерализации, надо опять голосовать. Это все изменения в Конституции. Минимальный срок – это осень. До осени должны быть проголосованы изменения в Конституцию. И только после этого, когда выполнят все наши условия, мы готовы участвовать и принимать участие в этих выборах. Правильно? Да! Мы вместе, друзья! Да! Спасибо вам! За орел! За орел! За орел! Парел! 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 Молодец! За орел! Молодец! За орел! Молодец! С орел! ! Молодец! Мы вместе, все регионы Юго-Востока будем вместе всегда Мы не отступим, мы не сдадимся, нас не запугают Мы будем требовать, чтобы наши просьбы, требования были удовлетворены Они считают, они называют нас сепаратистами Они вводят пожизненное заключение за сепаратизм Они пытаются запугать, назвать сепаратистами тех, кто находится в Донецке, в Луганске, в Славянске Ну какие они террористы? Они что, вышли банк грабить? Они что, вышли ради того, чтобы получить какие-то деньги? Там находятся люди, я с ними встречался, разговаривал Искренние, честные, порядочные, которые понимают, что их завтра могут убить И в них сегодня стреляют Но вышли они за нас, за всех За всех людей, которые живут в Украине И этим людям нужно только поклониться в ноги и сказать, что они герои И что мы их будем поддерживать Мы их никогда не сдадим И сами никогда не сдадимся Правильно? Спасибо вам Поприветствуем нашего гостя, кальковчане Громче! Царю!